германия может сделать для нас больше именно таким был основной мотив интервью украинского президента вот только возникает вопрос на что рассчитывает украинский президент портя отношения с лидерами старой европы возможно на поддержку американцев но судя по последним публикациям мейнстримной американской прессы и с этим могут возникнуть проблемы конечно в киеве сейчас риторически вопрошают а нас то за что но видимо нашим действующим властям невдомек что дипломатия всегда основывается на принципе взаимности глядя на это не покидает ощущение дежавю где-то мы это все уже видели и все мы помним чем закончилась подобная примитивная попытка разделять и властвовать той восточноевропейской стране многие страны старой европы не хотят тратить свои кровные на успокоение фантомных болей вашингтона по утраченному мировому господству здравствуйте уважаемые зрители в эфире международная панорама и я даниил богатырев германия может сделать для нас больше именно таким был основной мотив интервью украинского президента немецкой газете франкфуртер альгемайн и цайтунг опубликованного 1 июля читая его у меня сложилось впечатление что на улице банковой где расположено здание офиса президента решили окончательно побить горшки не только со всеми странами окружающими украину но и западными партнерами в лице германии и франции которые до сих пор были довольно лояльны киеву посудите сами чего стоит только одна эта фраза президента из интервью касающегося заседания в группе советников глав государств нормандского формата цитата представители германии и франции прямо не ответили что россия является стороной конфликта они снова включили такую осторожную дипломатию с которой украина не согласна так как россия является стороной конфликта и мы это понимаем они не смогли прямо ответить на этот вопрос я считаю что эта проблема я не могу быть дипломатичным в этих вопросах если кто не понял это прямой упрек президента украины в адрес германии а вот еще один цитата германия не предоставила нам сначала войны никакого оружия никакой военной помощи она может в германии есть мощные корабли ракетные катера патрульные катера помимо этого в интервью владимир зеленский отметил что то что германия делает для украины она делает для себя и заявил о недоумении по поводу того что в берлине этого не понимают стоит ли говорить о том что погрязшая в кредитах и политических проблемах украина сейчас находится не в том положении чтобы портить отношения с германией думаю это очевидно для любого кто интересуется международной политикой хотя бы на любительском уровне не говоря о тех чья работа анализировать политические процессы но если вы думаете что неуместные упреки в адрес германии это весь креатив президентского интервью немецкому сми то вы ошибаетесь не будем цитировать здесь пространные пассажи о нато которыми в духе своих заявлений за последние два месяца фонтанировал владимир зеленский отметим лишь что он в очередной раз заявил о наличии некого плана б который будет обеспечивать комплексное урегулирование ситуации на донбассе в крыму и с газопроводом северный поток 2 по словам президента о таком всеобъемлющем плане гарантами которого могут стать ведущие мировые игроки он намерен говорить во время встречи с джо байденом по сути данное заявление очередная попытка украинского лидера продвигать тезисы об изменении формата урегулирования конфликта однако здесь возникает два вопроса во первых почему президент говорит о том что намерен сообщить джо байдену при личной встрече учитывая то что в данный момент неизвестно состоится ли эта встреча вообще до конца его каденции а во вторых как он собрался привлекать к переговорам германию и россию если первое ни при каких обстоятельствах не согласится останавливать уже почти достроенный северный поток 2 а вторая категорически отказывается обсуждать вопрос крыма учитывая вышеизложенная трудно отделаться от мысли о том что зеленский говорит все это не с целью добиться реального результата а с целью затянуть процесс и не выполнять своей части обязательств по пресловутым минским соглашениям кстати в германии франции недавно в очередной раз напомнили о безальтернативности минска об этом сказано в совместной немецко-французской декларации распространенной 31 мая федеральным правительством германии после встречи ангелы меркель и эммануэля макрона цитата свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения минских договоренностей и выводов парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке украины мы привержены достижению этой цели в нормандском формате и мы ценим различные действия об с е на местах таким образом предлагая в своем интервью некие расширенные форматы урегулирования владимир зеленский прямо противоречит позиции германии франции по данному вопросу впрочем после упреков в адрес немецкой стороны о которых мы говорили ранее это выглядит вполне закономерным вот только возникает вопрос на что рассчитывает украинский президент портя отношения с лидерами старой европы возможно на поддержку американцев но судя по последним публикациям мейнстримной американской прессы и с этим могут возникнуть проблемы так 30 мая в американском журнале the national interest была опубликована статья под заголовком украина ускоряет сползание к авторитаризму процитируем небольшой пассаж из нее некоторые действия предпринятые правительством президента владимира зеленского в последние месяцы вызывают тревогу и являются авторитарными восприятие украины как полезного а тем более необходимого партнера сша в области безопасности не может быть оправдана реалистическими расчетами и является излишне провокационным по отношению к россии пытаться изобразить украину как образец демократии заслуживающей защиты сша по моральным соображениям еще более надуманно на самом деле попытка сделать это отражает либо умышленную слепоту либо наихудший вид цинизма далее автор публикации тэд галлин карпентер старший научный сотрудник по исследованиям безопасности в институте катона и редактор national interest вспоминает закрытие трех телеканалов уголовное преследование виктора медведчука обыски в структурах киевгородминистрации а также у лиц связанных с мэром столицы виталием кличко и многое другое в целом же главная мысль статист водится к тому что в последнее время украина приносит соединенным штатам больше имиджевой токсичности чем реальной геополитической пользы конечно статья пусть даже и во влиятельном издании это не позиция американских властей однако показательно что подобные публикации стали появляться в сша в преддверии встречи джо байдена с владимиром путиным намеченной на 16 июня похоже на то что определенные группы в американском политическом истеблишменте дают пас россии демонстрируя готовность договариваться по украинскому вопросу в этой ситуации демонстрируя несговорчивую и не дипломатичную позицию а также портя отношения с германией францией украинский президент в итоге может оказаться у разбитого корыта своей недальновидной дипломатии подробнее о взаимоотношениях украины с ее западными партнерами поговорим с политологом экспертом украинского института политики валентином гайдаем здравствуйте валентин здравствуйте даниил ну собственно основная тема нашей беседы это интервью владимира зеленского немецкой газете франкфортер альгемайн и в этом интервью он поднял целый ряд тем ну наверное основная которую хотелось бы отметить из них это такие выпады достаточно не дипломатичные в адрес немецкой стороны ну в частности он заявил о том что вот германия могла бы делать для украины больше могла бы там поставлять вооружение и тому подобное также заявил о том что недоволен позиции германии франции в нормандском формате где на очередной встрече советников глав государств эти страны не решились якобы вот даже признать россию стороной конфликта и дальше владимир зеленский там задавал такие риторические вопросы которые но вот принципе на мой взгляд недопустимы в дипломатии то есть я не понимаю почему они так делают я не понимаю почему они не осознают своей выгоды в помощи украине и так далее как вы считаете как могут отразиться подобные недипломатичные заявления на отношениях украины с германией да и с той же францией я уверен что в принципе косвенно это касалась могут последовать до аналогичные заявления и в адрес франции ну вот вопрос такой интересный то есть германия могла бы германия должна почему украина не могла бы почему украина не должна вот сама себе помочь почему вы знаете снова таки вот эта позиция когда смотрят на запад как голодный пес на колбасу просто и ждут что запад нам поможет уже так понимаете ладно быть четырнадцатом году до уже семь лет прошло вот смотрите ну то что зеленский делать такие заявления это говорит и о том что он ну банально еще не вжился в роли президента полноценно то есть он не обучен этому этикету и сейчас не только там про очки мендель во время встречи с макроном да вот или там про еще какие-то моменты не дипломатические да вот вы же давайте уже менделяста вы же знаете отлично до протокол да вот но не все же это мы учились да ну вот на дипломатов на международников кто-то же и там роялем играл да там именно на рояле вернее вот ну понятно что надо быть более сдержанным даже если есть какие-то знаете реальные претензии не такие из серии обиженного мальчика что нам все должны почему-то да вот нас кормить нам давать кредиты или просто там какую-то помощь вооружение нам давать например и еще что-то поток северный остановить почему-то в разрез своим интересам вот а в принципе если бы от этого как-то отойти да действительно надо выбирать выражение это касается не только германии это касается на любой страны недопустимо чтобы президент вешал там какие-то знаете ярлыки на своих коллег иностранных лидеров да например вот поэтому естественно я не думаю что это несет конструктив в отношении киева и берлина вот но с другой стороны давайте говорить прямо не сильно то у нас и такие хорошие близкие отношения с германией и францией вот если кто-то скажет что у нас отличные отношения что мы что они нас поддерживают всячески это будет профанация ну вот потому что мы за семь лет минимум да и даже раньше могли убедиться что запад нас расценивают сугубо как буферную зону вот особенно в нынешних реалиях конфронтации с россией а вот где кстати тоже европа она частично тоже игрок руках штатов да она старается приобрести субъектность и отдалиться от штатов но тем не менее так или иначе они вот в этой игре вот в буферной зоне принимают участие поэтому и отношение к нам соответствующие мы с вами уже по моему не раз обсуждали что уже минимум сто лет нас рассматривают как санитарный кордон вокруг россии как и страны балтии как тоже польшу где американцы укрепились за последние там годы да так и украину там из грузии например да потенциально там с молдовой вот даже возможно в перспективе с белоруссию вот то что то что зеленский требует до требовал я я почти не оговорился требовал вот у власти германии вооружения но там потом уточнили его дескать неправильно поняли он имел ввиду именно флота он же хотел покупать катера да там ракетные там катера вот еще какие то то извините пожалуйста я отчета до сих пор не могу понять что у нас с контрактами по строительству нашего флота москитного там или супер москитного там или там какого уже этому флота я не знаю но смотрите у нас же есть и своя промышленность тем более я не говорю про кузницу на рыбальском которая сейчас является активом петра алексеевича порошенко где разрабатывались абсолютно бесполезные для моря проекты гюрза и кентавр я говорю про николаев где еще при злочинной владе был заложен корвет владимир великий вот я говорю про другие проекты которые могли бы быть реализованы с теми же турками например да вот всеми же американцами почему заходит вопрос про флота теперь с германией мне неизвестно слава богу ватикан не имеет выхода к морю возможно из папа римский бы там тоже вопрос поднимался поэтому резюмируя этот вопрос да я хочу сказать что действительно во первых это было не дипломатично в принципе во вторых украинская власть должна понять что никто им ничего не обязан не европа не америка не турция не россия не китай не даже там молдова например да вот и чем быстрее украинская власть поймет что мы не нужны принципе никому вот чем будет лучше для украинской власти и для украинского общества но единственное что давайте не пребывать в розовых иллюзиях я думаю что наши власть имущие я имею ввиду не зеленский а кто реально принимает вопросы да за его спиной то там тот же ермак тоже кирилл тимошенко например олигархи против которых сейчас якобы будет борьба они все прекрасно понимают вот но наверное мы пока не можем с этой оси сойти оси внешнего управления и ориентира на запад к большому сожалению в этом интервью владимира зеленского была еще одна важная тема а именно тема расширения переговорных форматов их умножения ну и так далее причем что интересно сам владимир зеленский прямо не говорил о том что вот нужно отменить нормандский формат или же там минский формат он заявлял о том что хочет учредить некий новый переговорный формат в котором бы были объединены рассмотрение вопросов донбасса крыма северного потока 2 и об этом он самое интересное якобы будет говорить с байденом но здесь возникает целый ряд закономерных вопросов во первых ни о какой встрече с байденом пока речи не шло ну по крайней мере из американских источников мы об этом ничего не слышали то есть эта встреча пока что является сугубо таким благопожеланием украинской стороны неизвестно состоится ли она до конца каденции владимира зеленского или байдена ну или тем более до байдена до конца каденции вот не хочется говорить так уже совсем конца чтобы не пессимистично вот ну это первый вопрос а второй вопрос ну хорошо вы допустим устроите какой-то новый формат в котором эти моменты будете обсуждать но станут ли к нему подключаться германия для которой северный поток это ключевой вопрос и станет ли к нему подключаться россия которая в общем-то открыто заявляет что по вопросу крыма она говорить не будет ни с кем не в каких форматах и не при каких обстоятельствах ну песков там дал пояснение по поводу крыма если там про пограничное сотрудничество до россия считает же крым своей территории поэтому например там рамках там какой-то торговли там ферсонской областью там в теории они могут говорить он этот он мышь понимаем же понятное дело до интересует нас нашу сторону понятное дело не это интересует естественно значит по порядку в принципе можно все что угодно объединять и вопрос крыма донбасса северного потока кстати почему-то про южные вообще мы молчим кстати они успешно работают потоки вот да и мы кстати там тоже теряем между прочим на этом вот и транса натальи ски да там вот и там еще есть масса других проектов там голубой поток ну да бог с ним можно можно с тем же байденом можно вот в рамках крымской платформы я еще не знаю каком она формате состоится кто приедет из высоких гостей да вот там пока из высоких только президент литвы якобы которого у которого рост метра 95 вот это действительно высокий гость а так видите если вы кстати вы видели по моему вот слили в сеть я не знаю это правда или фейк значит якобы табличку кто должен приехать из иностранных гостей на крымскую платформу так там пока только фигурирует президенты стран балтии и возможно польши я думаю что это не просто фейк я думаю что это даже наверное сознательная какая-то диверсия то есть по подрыву президентского рейтинга потому что слишком многое услуг народа сейчас на эту крымскую платформу вопросах дипломатии замыкается и как бы оппоненты могут быть заинтересованы в том чтобы показать ее несостоятельность но надо отметить что она может и выйти несостоятельной то есть скорее всего именно судя по пока что по реакции никто из ведущих стран всерьез не заинтересовался этим форумом ни франция ни германия не даже там штаты или века великобритания так вот то есть конечно то можно все выносить но по моему смотрите за семь лет снова же таким прошло уже семь лет это же не семь месяцев да вот это довольно ощутимый срок можно было понять что англосаксы не будут имеется виду лондон и вашингтон не будут участвовать в переговорах по донбассу в рамках нормандской четверки да там в рамках там совбеза а он возможно и генассамблеи это более реально но вы же помните чем заканчивается любые постановления любые резолюции генассамблеи он по крыму нас поддерживает с большой натяжкой там европа северная америка и там ряд других стран у такого условного глобального общего западного мира да там япония южная корея и так дальше вот все все больше и больше стран к сожалению подчеркиваю к сожалению эти резолюции по крыму они или игнорируют их или голосуют против вот то есть мы их принимаем с все больше и больше натяжкой то есть понятно что даже в рамках оон вопрос крыма поднимать можно и нужно я считаю но мне кажется что это пока что без перспективным поскольку наша дипломатия дремлет да ну вот она непонятно чем занимается наши власть имущие они продолжают по-прежнему ориентироваться сугубо на запад не искать скажем так альтернативных путей вот ссори с нашими соседями ссори с потенциальными нашими союзниками и партнерами как с китаем например да вот поэтому я не я не думаю что удастся снова таки обсудить можно но как это придать знаете кто-то статус до этим переговорам что-то какой-то смысл до внедрить в эти переговоры по по крыму мне кажется что-то беспреспективно а напомните там второй части вашего вопроса но собственно по поводу встречи с байденом ну вы правы она даже и близко пока не обсуждается вот и будьте уверены в ближайшие месяцы я думаю что она не состоится вот видите тут возможно в чем-то есть заслуга пандемист валентин я думаю что в ближайшие годы она не состоится вполне возможно вот тем более что после встречи путина и байдена будут переваривать еще минимум несколько месяцев в эту встречу да мы не знаем какие будут подниматься вопросы касаемо украины да и что всерьез какому консенсусу они могут прийти два лидера да вот поэтому ну в телефонном режиме или в более таком знаете формате например госсекретаря штатов может быть может быть вице-президента что-то и возможно но снова таки нужны какие-то площадки вряд ли высокие гости сюда прилетят ну знаете госсекретарь недавно прилетал и что-то после его визита лицо зеленского не было веселым и вот недавно была делегация кстати конгрессменов тоже кстати а вы заметили что аккурат к визиту конгрессменов поменяли новые двери в администрации президента ну скажем так это не совпадение тот момент который заслуживает внимание совпадение но возможно ну что ж на этом валентин я благодарю вас за беседу в гостях у международной панорамы был политолог и эксперт украинского института политики валентин гайдай тем временем внимание мировой общественности продолжает оставаться прикованным к беларуси спустя две недели после случая с посадкой в минском аэропорту самолета на борту которого находился экс-редактор телеграм-канала нехта роман протасевич координировавший протесты и массовые беспорядки в странах восточной и западной европы четко оформился антибелорусский фронт единственное направление через которое самолеты национальной авиакомпании белавия по-прежнему могут покидать воздушное пространство страны это россия остальные соседи беларуси по сути объявили ей воздушную блокаду и вскоре вероятно введут против минска новые санкции в этих условиях взаимодействие с россией приобрело для беларуси еще большее значение потому неудивительно что 28 мая лукашенко прилетел в сочи чтобы обсудить с владимиром путиным насущные вопросы двусторонних отношений переговоры президентов длились более пяти часов продолжалась беседа лидеров двух стран и выходные на этот раз в неформальной обстановке без галстуков и пиджаков при этом лукашенко и путин не стали ограничиваться резиденции бочаров ручей и отправились на морскую прогулку на яхте политиков сопровождал младший сын белорусского лидера николай как сообщил в субботу вечером пресс-секретарь главы рф дмитрий песков основными темами беседы лидеров стали вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия двух стран а также борьба с пандемией официальный представитель кремля уточнил что александр лукашенко во время беседы с российским коллегой не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи в настоящий момент согласовано только перечисление беларуси 500 миллионов долларов второго транша госкредита от рф по словам дмитрия пескова деньги поступят в ближайшее время по сути кроме вопросов экономического взаимодействия и констатации роста товара оборота никакой конкретики об итогах встречи общественности озвучено не было относительно процесса дальнейшей интеграции в рамках союзного государства президент россии отметил лишь то что в этом вопросе следует действовать последовательно и не спеша чтобы обеспечить интересы стран так как каждая из сторон это сама для себя определяет подобная формулировка может означать что основной темой встречи было не интеграция решение текущих проблем беларуси возникших вследствие воздушной блокады с запада данное заключение подтверждается и заявлениями российской и белорусской стороны по итогам переговоров в частности пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил цитата минтрансом двух стран россии и беларуси дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения в том числе с учетом наступающего периода отпусков и с учетом большего количества граждан беларуси которые хотят приехать на черноморское побережье россии а также что немаловажно с учетом того что большое количество граждан беларуси предстоит как-то возвращать на свою родину однако гораздо более показательным в этом отношении выглядит заявление александра лукашенко цитата украина закрыла для нас небо у нас есть свой санаторий в крыму в мисхоре куда люди всегда ездили летали чтобы не обострять отношения мы через украину кто на поезде кто на автомобиле кто на самолете сейчас закрыли небо я путину сказал ты подумай как нам попасть в крым не через польшу же мы туда полетим туда тоже не пускают как вы понимаете уважаемые зрители это явная заявка на прямые перелеты из беларуси в крым в обход территории украины напомним ранее официальный минск занимал подчеркнуто сдержанную позицию в отношении крыма признавая его территории украины и воздерживаясь от организации прямого транспортного сообщения с полуостровом через россию теперь как видим ситуация изменилась и толчком к ее изменению несомненно послужил необдуманный запрет украины воздушного сообщения с беларусью после истории с протасевичем конечно в киеве сейчас риторически вопрошают а нас то за что но видимо нашим действующим властям невдомек что дипломатия всегда основывается на принципе взаимности закрывая свое небо для белорусских перевозчиков под истеричным предлогом воплей о нарушении прав человека следовало ожидать что минск в долгу не останется и пересмотрит позицию по сообщению с неподконтрольным киеву полуостровом подробнее о взаимоотношениях россии и беларуси а также украины и беларуси поговорим с политическим аналитиком русланом безяевым здравствуйте руслан добрый день даниил добрый день уважаемые зрители прошла в сочи встреча александра лукашенко с владимиром путиным и вот знаете первое мое впечатление что в общем-то обсуждали на ней скорее всего даже не столько вопросы интеграции сколько решения насущных проблем беларуси возникших в связи с вот этой вот ситуацией с задержанием протасевича и последующими событиями потому что как раз о теме интеграции обе стороны дают ну достаточно скупые такие официальные комментарии а вот что касается перелетов вроде бы были достигнуты определенные договоренности и александр лукашенко даже заявил о том что может быть ну точнее он намекнул на то что может быть будут начаты перелеты белорусской авиакомпании в крым через территорию россии что само собой украине не нравится ну и так сказать раздражает наши власти вот как вы оцените итоги этой встречи и чему она была посвящена в первую очередь на ваш взгляд ну я бы не сказал что в данном случае из вашего вопроса одно противоречит другому экономическая интеграция безусловно обсуждалась я думаю как обсуждалась и интеграция политическая просто об этом у нас очень мало информации но судя потому что белоруссия получила 1 миллиард долларов следующего транше кредита которые сейчас крайне важны для лукашенко мы можем судить о том что процессы экономической интеграции пошли а следовательно мы сможем наблюдать до конца года и какие-то предпосылки для интеграции политической что касается двухсторонних отношений белоруссии россии то здесь ничего нового с августа 2020 года не произошло и произойти не могло фактически единственный политический и экономический союзник белоруссии лукашенко это российская федерация владимира путина других вариантов нет соответственно в рамках именно этой концепции и про их происходили переговоры частичные их результаты озвучены частично мы увидим эти результаты конкретных действиях как например выделение транша что касается рейсов белавиа то это пока набор благих пожеланий почему потому что насколько я понимаю та же компания боинг пока что отказалась обслуживать свои самолеты которые принадлежат белавиа то есть не проблема куда полететь теперь проблема на чем полететь поэтому я думаю что на данный момент это обсуждение знаете такой выпад в сторону украины выявили против нас санкции по беспределу ну и мы теперь будем по отношению к вам вести себя по беспределу вот приблизительно так ну вот что касается теперь взаимоотношений беларуси с украиной я с вами в общем то согласен что наши власти начали действовать но не обдуманно как минимум после этой ситуации задержанием протасевича закрыв свое воздушное пространство для белорусской авиакомпании запретив воздушные перелеты но чем это может обернуться для украины знаете я сейчас наблюдаю в наших отечественных сми такую настоящую истерику по поводу беларуси и нагнетание такой чуть ли не милитаристской истерии ну вот вчера имел неудовольствие посмотреть одно ток-шоу в котором участвовала одна из ну скажем так не самых глупых депутатов верховной рады так вот она на полном серьезе на серьезных как говорится на серьезной физиономии рассуждала о том что якобы беларусь представляет угрозу для национальной безопасности украины до этого на некоторых каналах пинчука выходили репортажи которые рассказывали чуть ли не о подрывной деятельности беларуси в некоторых областях украины в частности на территории полесе ну и так далее и тому подобное зачем это все делается вот у нас сейчас и и чем может ответить беларусь на это но делается для того чтобы заместить ту продукцию которая поставляет сюда беларусь в основном это углеводороды своими другими углеводородами на которых можно потом будет зарабатывать а все что мы наблюдаем информационном пространстве это просто медийное сопровождение этой концепции условно говоря мозрь поменяется к но для этого же надо создать предпосылки определенные на то что сакар может быть немножко дороже к примеру ну кого это интересует да потребитель за все заплатит конечно создадут небольшую знаете ситуацию такого ажиотажного спроса на рынке бензина и дистоплива потом скажет ну вот есть альтернатива на дороже а почему на дороже потому что лукашенко плохой а почему лукашенко плохой потому что он протасевича посадил а кто такой протасевич чтобы в этой цепочке не было сбоя надо все довести до конца надо устроить информационную истерию а потом продать эту тему но естественно ряд политиков на ней заработают думаю не только политические баллы среди своей целевой аудитории но и вполне конкретные деньги что касается начала торгово-экономической войны с беларусью туда это уже очевидно беларусь и адрифуют в сторону россия вы сами понимаете какие у нас сейчас политические взаимоотношения с россией но я думаю что здесь потери понесут обе стороны например прекращение авиасообщения через минск с россией это ударит в том числе и по беларуси потому что недаром за время прекращения прямого авиасообщения киев москва в минске был построен еще один новый терминал как раз для обеспечения вот этого вот транзита теперь с транзитом проблемы ну и соответственно начнутся проблемы с финансами но весь остальной блок торгово-экономических отношений они берут мы видим что беларусь уже вяла санкции соответственно будет украина вводить санкции и в конце концов потеряют экономики обеих стран почему было принято именно такое решение потому что мы идем форма фарватере позиции коллективного запада не своей позиции не учета национальных интересов нашей страны не учета интересом нашей экономики а именно в фарватере политики коллективного Запада, который, может быть, когда-нибудь это нам вспомнит. Но, судя по ситуации с «Северным потоком-2», никто ничего никому не должен, как выясняется по концовке. Что касается каких-то таких сугубо политических и имиджевых моментов, мы знаем, что с 2014 года Беларусь, в общем-то, старалась занимать достаточно сдержанную, нейтральную позицию. Она не старалась, она ее занимала. И по вопросам Крыма, да, и по вопросам Донбасса и так далее. Вот теперь совершенно очевидно встает вопрос о том, что при дальнейшей эскалации взаимоотношений с Украиной Беларусь может, ну или, наверное, может признать Крым российским, и это нанесет Украине, скажем так, имиджевый удар. Насколько велик риск такого сценария развития событий? Пока не велик, потому что даже Сбербанк России не признал Крым территорией России. Поэтому эту вероятность я пока не рассматриваю как ключевую. А вот то, что благодаря этим событиям Минский процесс будет ускорен темпами множиться на ноль, это правда. Ну Минский процесс, в общем-то, давным-давно уже помножился на ноль. И, собственно, то... Только фактически, а тут же, понимаете, есть еще и формальная составляющая. Ну то, о чем говорит украинская сторона, да. Вот о чем говорит украинская сторона, перенос из Минска. Это же невозможно, в принципе, осуществить, потому что на это никогда не пойдет ни Россия, ну и тем более, значит, представителей неподконтрольных территорий невозможно никуда в другую страну пригласить, вывезти и так далее. Ну не соглашусь с вами. Важно нигде встречаться, о чем говорить. Но учитывая, что уже спикер трехсторонней контактной группы с нашей стороны, господин Арестович, сказал, что в случае, если будет произведен допрос со стороны представителей Луганска, Протасевича, это станет поводом и причиной прервать политические контакты, говорит о многом. То есть не территория, а именно принцип. То есть сознательно, медленно, осторожно, но неуклонно сама конфигурация минских договоренностей сейчас множится на ноль. Причем в этом заинтересованы не только у нас, но и в России определенные силы, которые уже понимают беспреспективность Минска. Обратите внимание на последнее заявление пресс-секретаря президента России Пескова, о том, что они не рассматривают Донецк и Луганск как территорию неукраин. Отсюда мы можем сделать простой и понятный вывод, что это два разных процесса, но по времени, месту и цели они просто совпали. Вот ситуация с Протасевичем, начало торгово-экономической, а следовательно в будущем и политической войны между Украиной и Белоруссией, и девальвация Минских соглашений. Даже несмотря на то, что лидеры Франции и Германии считают, что альтернативы нормандскому формату нет, давайте не будем забывать, что нормандский формат – это не продукт сам в себе. Это производное от Минских соглашений. Безусловно. Ну а как вы считаете, что же будет после окончательного умножения Минского формата на ноль, вот как вы выразились? А надо будет искать другой формат, подписывать другие соглашения. Те соглашения, которые реально будут работать. Потому что все, что мы наблюдаем в Минском процессе за последние, наверное, 4 года – это ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кахту. У меня складывается такое стойкое впечатление, что Минские соглашения подписывали для того, чтобы их никогда не надо было выполнять. И так оставлять ситуацию в подвешенном состоянии. По большому счету это устраивало всех. И в Киеве, и в Донецке, и в Луганске, и в Москве. Солдат спит, служба идет. Денежка зарабатывается. Новые политические элиты там выросли в Донецке и Луганске. Как вы думаете, Данил, если будут выполнены Минские соглашения, они останутся такими же значимыми, такими же весомыми? Нет. Лучше быть первым на деревне, чем вторым в Риме. Соответственно, позиция Киева здесь не меняется. Ну и, соответственно, позиция Москвы тоже не меняется. Буквальное выполнение политической части Минска. По крайней мере, в публичной плоскости. Что происходит в непубличной плоскости, мы пока не до конца понимаем. Но после встречи Байден-Путин, а также после, я думаю, какого-то образа встречи между Зеленским и Байденом, может в формате телефонного разговора, может в формате личной встречи, мы будем понимать, куда движется этот процесс. На данный момент мы можем говорить о том, что формируется некий треугольник. Зеленский, Макрон, Путин. Вот именно, думаю, в этом треугольнике и будет решаться, как судьба Минских соглашений, так и судьба того, что придет за Минскими соглашениями. Какова будет правопреемственность Минских соглашений? Ну, дело в том, что Минские соглашения, собственно, заключались после, ну, такого серьезного поражения в одной из военных компаний. И продолжились, в общем-то, после поражения во второй военной компании, в зимой 2015 года. И поэтому напрашивается закономерно вопрос, если будут какие-то новые соглашения заключаться, то, следовательно, становится вероятным обострение боевых действий на Донбассе. Потому что перед заключением этих соглашений, стороны, ну, наверняка попытаются улучшить свои позиции при помощи военной силы. Или нет? Или вы с этим не согласны? Нет, нет. А зачем? А зачем? То есть перегрузка Минских соглашений, я думаю, что будет идти в формате вообще перезагрузки украинско-российских взаимоотношений. Где Минская составляющая будет одной из. Но только после этого мы можем говорить о том, куда дальше движется ситуация. Полные заморозки, абсолютные. Когда Минские соглашения ложатся в морозилку, где-то лет так на 15-20. Или о том, что пойдет обратный процесс. Переосмысление, пересмотра этих шести лет, да, обнимаю жму рук. Даже видите, с какой регулярностью выкладываются пленки в последнее время. Все эти пленки о чем говорят? Это говорят о том, что существовала некая конструкция. Сурков, Медведчук, Порошенко. Именно эти три человека непосредственно отвечали за Минский процесс. Именно эти три человека были конструкторами этих соглашений. И именно у этих трех людей сейчас почему-то проблемы. Ну что ж, возможно, что-нибудь действительно изменится. Хотя я, честно говоря, не питаю на это никаких надежд. Но вас, Руслан, я благодарю за эту беседу. Спасибо. Я тоже не питаю иллюзий никаких абсолютных. Я говорю, что тут у нас развилка. Или или. Третьего варианта реального я не вижу. В гостях у Международной панорамы был политический аналитик Руслан Безяев. Ну а в США на этой неделе началась очередная волна информационных атак на сторонников Дональда Трампа, а заодно и на всех консервативных, верующих, здравомыслящих людей, которые еще остались в Америке. Как пишет в своей колонке для CNN журналист Стивен Коллинсон, американская демократия пребывает под непрекращающейся атакой со стороны протрамповских республиканцев и вот-вот покажет, достаточно ли она сильна, чтобы спастись. По мнению автора, с тех пор, как Трамп покинул свой пост, после того, как он разрушил традицию мирной передачи власти в неудавшейся попытке украсть выборы 2020 года, стало ясно, что его восстание было лишь первой битвой в более длительной политической войне, поскольку его союзники рекламируют нелепые фантазии о его возвращении к власти. Механизмы американских институтов, которые едва пережили попытку Трампа незаконно остаться у власти, все еще используются республиканцами, чтобы сделать страну менее демократичной. Конечно, особенно умиляет в этой тираде пассаж о попытке сторонников Трампа украсть выборы. Впрочем, если задуматься, подобные статьи в мейнстримной демократической прессе выглядят отнюдь не смешно. Фактически, они открыто призывают к административному подавлению республиканцев с целью не дать им вернуться к власти на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году и президентских в 2024. Причем, накал враждебной риторики такой, который раньше применялся разве что к геополитическим противникам или международным террористам. Еще дальше в шельмование американских консерваторов и республиканцев зашел на прошлой неделе журнал «Тайм», опубликовавший статью под названием «Растущая антидемократическая угроза христианского национализма в США». Среди прочего, в ней говорится, цитата, «Чтобы понять, что привело к смертоносному восстанию в Капитолии и потоку предложенных законопроектов о голосовании, мы должны принять во внимание влияние христианского национализма, политической теологии, объединяющей американскую идентичность с ультраконсервативным направлением христианства. Но это христианство есть нечто большее, чем ортодоксальное христианство древних верований. Это скорее этническое христианство. В своей крайней форме оно узаконивает насилие, которое мы наблюдали 6 января и недавний поток ограничений на голосование. Насилие и законотворчество, направленное не на службу демократии, а преследующее фундаментально антидемократические цели. Законопроекты, о которых пишет автор статьи, это ряд документов, поданные республиканцами в законодательные собрания штатов, где они составляют большинство. Их основная идея – ужесточить контроль над процессом голосования с целью недопущения мошенничества. В частности, губернатор Техаса Грег Эббот, являющийся республиканцем, заявлял, что поддерживает указанную инициативу. Она предполагает признание незаконным предоставление бюллетеней для голосования по почте тем жителям штата, которые их не запрашивали. Республиканцы добиваются расширения полномочий наблюдателей на выборах, а также запрета на работу таких избирательных участков, где можно проголосовать, не выходя из автомобиля. Кроме того, предусмотрен ряд дополнительных мер для предотвращения фальсификаций на выборах. В общем-то, предложенные республиканцами меры по ужесточению контроля над недопущением фальсификаций вполне закономерны и логичны. Не менее логично и то, что Байден и его сторонники истерично протестуют против них, особенно если вспомнить, как досталась нынешнему американскому президенту победа на выборах. А вот что совершенно нелогично и свидетельствует о глубочайшем расколе американского общества, так это градус ненависти к политическим оппонентам и шельмования, которые исходят от демократов. Подумать только. Ради защиты мутной политтехнологии, позволяющей выигрывать выборы, они позволяют себе называть почти половину страны внутренними террористами, заявлять о политической войне с ними и даже оскорблять их религиозные чувства, связывая христианскую веру с мнимыми проявлениями национализма и насилия. Таким образом, ради ситуативной выгоды на выборах, демократы вбивают очередной клин в и без того широкую трещину, раскалывающую американское общество почти поровну. Глядя на это, не покидает ощущение дежавю. Где-то мы это все уже видели. И все мы помним, чем закончилась подобная примитивная попытка разделять и властвовать в той восточноевропейской стране. Тем временем, 1 июня состоялась видеоконференция министров обороны стран НАТО. Мероприятие было призвано подготовить саммит на уровне глав государств членов Альянса, который состоится 14 июня в Брюсселе. Как сообщают СМИ, главной темой видеоконференции стала инициатива НАТО-2030, выдвинутая генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Министр обороны США Ллойд Остин выразил твердую поддержку инициативе и заявил, что она позволит сохранить Альянс сильным с военной точки зрения и укрепить с политической точки зрения. Он подчеркнул, что эта инициатива укрепит готовность и сделает Альянс более устойчивым и способным к противодействию системным вызовам со стороны России и КНР, сообщили в Пентагоне. Однако нам показался интересным другой итог упомянутых переговоров. Дело в том, что в ходе них Йенс Столтенберг призывал страны-участницы Альянса в очередной раз повысить взносы в его бюджет. Вполне предсказуемо данная инициатива вызвала возмущение некоторых стран. Вот что пишет об этом корреспондент немецкой франкфуртеральгемайн-эцайтунг Томас Гучкер. Цитата. Неудивительно, что Франция категорически отвергает предложение Столтенберга. Дипломаты в Брюсселе неоднократно заявляли об этом с февраля. Министр обороны Флоренс Парли снова сделала это публично со своими коллегами непосредственно перед видеоконференцией. «Все это – деньги, которые не увеличивают бюджеты национальной обороны и не продвигают усилия Европы в области обороны, от которых выигрывает и НАТО», сказала Парли онлайн-журналу «Политику». «А зачем? Никто не знает. Нам нужно удвоить бюджет, а только потом мы подумаем, что делать с этими деньгами». В общем, французские власти не в восторге от требований Столтенберга выделять больше денег на нужды НАТО, при этом даже не зная, на что именно они пойдут. Греция, Испания и Италия также относятся к идее увеличения расходов на НАТО скептически. А такие военные гиганты, как Бельгия и Люксембург, и вовсе выступают категорически против увеличения расходов на оборону. Вышеизложенное свидетельствует о том, что в новых геополитических условиях глобалистские планы администрации Джо Байдена, ведь мы же понимаем, что это именно от нее исходят идеи по милитаризации Европы для использования ее в так называемой дипломатии учений в ходе новой холодной войны с РФ, обречены, если не на провал, то как минимум на пробуксовку. Многие страны Старой Европы не хотят тратить свои кровные на успокоение фантомных болей Вашингтона по утраченному мировому господству. Особенно показательно, что первую скрипку в этом ансамбле пацифистских скряг играет Франция, чье руководство несколькими годами ранее уже выступало с идеей создания Объединенной Армии Европы, что позволило бы уменьшить военно-политическую зависимость от США. А вот президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган на минувшей неделе не упустил очередного повода поиграться в нео-османизм. 29 мая в стране отметили 568-ю годовщину завоевания Константинополя, ныне Стамбула. Как пишет турецкое информационное агентство «Анадолу», взятие города на берегах Босфора, история которого насчитывает не одно тысячелетие, стало одним из поворотных пунктов в мировой истории. Султан Мехмед II, взошедший на престол в качестве седьмого правителя Османского государства, поставил перед собой цель завоевать столицу Византийской империи. 21-летний султан разработал план осады города с моря и суши. Были отлиты специальные пушки, способные разрушить крепостные стены и ускорена подготовка флота. После чего войска подошли к стенам будущего Стамбула. Осада города продолжалась с 6 апреля до 29 мая 1453 года. Но для нас интересны, конечно же, не эти общеизвестные исторические факты, а то, как именно отмечали в Турции очередную годовщину взятия Константинополя. А отмечали ее грандиозным световым шоу. Устроили его не где-нибудь, а над собором Святой Софии, который в прошлом году вновь превратили в действующую мечеть. Над куполом Святыни высвечивались дата взятия города, силуэт султана Мехмета II на коне и султанская печать Османской империи. Стоит ли говорить, что подобное световое шоу над куполом некогда захваченной и исламизированной христианской святыни не добавляет доброжелательности отношениям Турции с ее западными соседями и, в частности, Грецией? Как бы то ни было, данное празднование – очередной маркер того, на какой именно исторический период опирается Эрдоган в построении идеологии современной Турции. И этот период – Османская империя, со всеми вытекающими отсюда геополитическими притязаниями. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин